Бег на месте. Власти Украины вновь заявили, что готовы подписать договор с Евросоюзом, но в середине следующего года. Но Евросоюз устами комиссара Фюлли ответил, что работу с документами приостановил до тех пор, пока Украина окончательно не определится, чего хочет. Круг замкнулся. Бывший замглавы Нацбанковой стороны Савченко уже подсчитал. Три недели политического кризиса обошлись Украине в 3 миллиарда долларов. Он считал по ценам еще оранжевого Майдана, когда убытки составляли миллиард в неделю. За все два месяца революции 9 миллиардов долларов или 5% ВВП. Мой коллега Александр Батухов отправился на площадь Несогласия, чтобы понять, кто и чего сейчас там добивается. Тысячи синих флагов и десятки тысяч митингующих. Это акция в поддержку действующей власти. Как заявили в партии регионов, митинг собрал около 200 тысяч человек. Люди приехали в столицу, чтобы показать Евромайдану. Есть и другое мнение. Благо, до площади независимости рукой подать. За этой баррикадой находятся Майданы. Там стоят сторонники евроинтеграции. А вот там находится Европейская площадь. И там те, кто поддерживает действующую власть. Между двумя площадями расстояние не больше 100 метров. И периодически лозунги с одной площади слышно на другой. На Евромайдане скучать не приходится ни днем, ни ночью. То на большой экран выведут футбол Лигу чемпионов. То концерт устроят. На этой неделе на радость митингующим играла группа «Океан Эльзы». А на соседнюю площадь люди пришли не ради музыки. Здесь надеялись, что Майдан их все-таки услышит. Бастуют от этих вот Львов, все. А кто за них работает? Наша область, Луганская область, Донецкая область. Все работают за них. Потому что им надо пенсии платить вовремя. Все. Они стоят здесь. Им выгодно, потому что они всю жизнь работают за границей. В Польше. Ну давайте быть откровенными. Правильно или нет? А мы работаем для того, чтобы они получили пенсию. Вот потому мы здесь и мы будем оставить свои права. Их не права есть. Наше мнение должны услышать. Мы не хотим в Европу. Нам Россия все-таки ближе, чем Евросоюз. Евросоюз нам в принципе не нужен, потому что мы будем, как та же Румыния, Греция, бедными странами. Всю прошедшую неделю Евромайдан посещали зарубежные гости. Ходили на площадь, как на работу. Сначала здесь побывала спецпредставитель Евросоюза Кэтрин Эштон. Правда, для приличия после встречи с Виктором Януковичем. А затем уже пообщалась с представителями оппозиции. И даже позволила лидеру националистов Олегу Тягнебоку поцеловать руку. Хотя в Европе культроправым националистам даже близко подходить неприлично. Вслед за еврокомиссаром приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. И тоже отметилась на Майдане, обменяв хлеб на зрелище. В субботу в Киев прилетел американский сенатор Джон Маккейн. А в воскресенье пришел на Майдан. Он также пообщался с лидерами оппозиции, пообещав поспособствовать скорейшему принятию в Сенате США санкций в отношении тех, кто виновен в разгоне митингующих. Европейские и американские политики все настойчивее предлагают свою помощь протестующим, совсем не стесняясь вмешиваться в дела страны. На фоне такой навязчивой зарубежной опеки украинская власть пытается разрешить затянувшийся конфликт. На этой неделе президент Янукович провел две знаковые встречи. Одну в узком составе бывших руководителей страны. Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Итогом стало проведение общенационального круглого стола. Пригласили всех, в том числе и лидеров оппозиции. И они даже пришли, но с опозданием, по-видимому, задержались, готовя текст заявления. Люди требуют простых вещей. Первое. Освобождение политических заключенных. Ответственность тех людей, которые принимал участие и давал приказы за разгон мирных демонстрантов. И отставка правительства, которое в сегодняшний день привело страну в глубокий политический и экономический кризис. Стремясь снять накал страстей, власти выпустили на свободу 8 из 10 задержанных во время событий 30 ноября. И во время круглого стола президент пообещал наказать и виновных в случившихся тогда столкновениях. Скажу откровенно, я возмущен теми радикальными действиями на Майдане, которые были на площади. Как со стороны, прямо скажем, провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно. Имена виновных чиновников стали известны уже на следующий день. Это мэр Киева Александр Попов и заместитель секретаря национальной безопасности и обороны Украины Владимир Севкович, которых президент отправил в отставку. Территория европейского протеста на этой неделе сильно сократилась. По решению Киевского суда власть наводила в городе порядок. На это ушло трое суток, поскольку оппозиция за время противостояния соорудила немало баррикад. Блокировав таким образом административный центр столицы. Во всех случаях бойцы спецназа действовали одинаково. Выстраивались в шеренгу перед баррикадой, а затем оттесняли митингующих, чтобы дать коммунальщикам спокойно разобрать заграждение и вывезти мусор. Во время одной из таких операций немецкие журналисты газеты «Франкфуртер Альдемайны» сняли очень любопытное видео. На нем брат Виталий Кличко, боксер Владимир и депутат удара Артур Палатный договариваются с бойцами Верхута об инсценировке того, что они называют «потолкаться». Кадры, как уверяют журналисты, подлинные. Мы с вами все цепи потолкаемся. И вы будете рассказывать. Ребят, надо так. Если никто не будет кидать. Лоб. Лоб. Никто кидать не будет. Лоб. Очередное воскресное стояние на Майдане оппозиция в этот раз назвала днем достоинства, на котором митингующим объявили новость. Прямо из твиттера Еврокомиссара по вопросам расширения. По его словам, Евросоюз приостанавливает работу с украинскими властями по соглашению об ассоциации, что многие восприняли как очередную попытку удавления на руководство страны. Сторонники президента говорили, мы вообще не хотим никакой европейской интеграции, а еще больше помощи западных соседей, о которой здесь никто не просил. У людей в голове настолько мышление перестало работать, что напрямую зам госсекретаря США, напрямую сенаторы американские выступают на Майдане, и это считается невмешательством. Это значит, что это не просто люди собрались. Это значит, что не просто вышли люди высказать протест. Это значит, что явно это все дело срежиссировано, и явно в чью дуду они все дуют. Свою акцию сторонники действующей власти перенесли с Европейской площади в Мариинский парк, прямо под окна Верховной Рады, где уже во вторник депутаты парламента в очередной раз попытаются найти выход из политического кризиса, который длится на Украине уже почти месяц. Александр Бутухов, Андрей Федоров, Евгений Иванов, Андрей Маслихов, Евгений Маруськин. Воскресное время. Первый канал. Киев.